Всем привет! Ну у нас в общество рыболовов опять запустили форель и будем надеяться, что мне сегодня повезет. И если это будет так, то я чего-нибудь для вас приготовлю. А чтобы вы поняли, почему мне должно повезти, я вам сейчас коротенько покажу наше озеро. Как вы видите, оно не совсем маленькое, поэтому поймать форель будет довольно сложно. Но будем надеяться на лучшее. Все, я пошел рыбачить. Ну что, ребятишки, рыбалка у меня сегодня была, как вы видите, удачной. Взял я немного форели. Сейчас я с ней разберусь, а потом я подумаю, что я из нее приготовлю. Как рыба разделывается, есть у меня на канале парочку видео, я вам сброшу. И у меня, в принципе, на канале достаточно роликов именно с форелью. Я также вам их подкину. Если будет желание, можете просмотреть. Я долго думал, что же мне приготовить из форели, которую я поймал. И я решил еще раз повторить рецепт из французской классики Кюнель де Пуассон. Рыбные клетки. Я просто еще немного поразмыслил, и я знаю, что я могу приготовить этот рецепт еще вкуснее. Но чтобы вам было проще сравнивать, просто посмотрите мой первый рецепт. Ссылку я оставлю. Давайте приступим. Да, все пропорции рецепта у меня под видео. Для начала я приготовлю заварное тесто. Молоко и сливочное масло отправляю в кастрюлю. Добавляю щепотку соли. Молоко закипело, и я просеянную муку отправляю разом в кастрюлю. Сразу отключаю плиту. Кастрюля у меня с толстым дном, поэтому я ее уже убираю с плиты. И продолжаю дальше помешивать до того момента, пока у меня мука не начнет приставать ко дну кастрюли. Это скажет мне о том, что тесто у меня уже готово. Так, ну вот он этот налет. Тесто готово. Я перекладываю его в чашку. Ну и теперь при помощи миксера я введу яйца в массу. Но имейте в виду, если у вас миксера нет, то дайте массе немного подостыть, иначе яйца могут свариться. Тесто готово. Я его подбираю, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник. Количество у меня небольшое, поэтому тесто не особо горячее. Это не отразится на температуре в холодильнике. Да, и яйца вводите постепенно, если вы вводите яйца целиком. То есть сначала одно яйцо полностью, пока тесто его в себе не взяло, а затем уже следующее. В измельчитель отправляю филе слегка подмороженной форели. Сюда же отправляю два яйца и два куриных белка. Перец, мускатный орех. С мускатом не переборщите, он очень активный. Ну и солим. Закрываю крышку и погнали наши городских. Постепенно добавляю сливочное масло. Масло должно быть чуть теплое. И теперь постепенно добавляю 30% сливки. То есть это те сливки, которые я могу взбить. Попробую на соль. С солью все в порядке, со специями все в порядке. Ну и теперь, в избежание неприятного сюрприза, всю массу я протру через сито. Это очень важно сделать, если вы будете работать с такими рыбами, как щука. И какой бы хороший у вас не был кутер, все равно маленькие косточки, они еще остаются. И они потом будут чувствоваться время от времени. Поэтому, в избежание неприятностей, массу лучше протереть через сито. Аккуратненько снимаем лопаткой со дна сито. Точнее, с его обратной стороны. Все. А эту часть мы все выбрасываем. Здесь находятся все мелкие кости, которые не переработались. Накрываю пищевой пленкой. И пока массу тоже в холодильник. Ну а я этим временем пока займусь соусом. Соус называется нон тюа. Он готовится на основе раковых или креветочных каркасов. У меня панцири от креветок, которые я при температуре 210 градусов вверх-вниз подсушил в духовке. В общей сложности здесь около килограмма. А цельными я покупал 2 килограмма. Килограмм я съел, а килограмм остался. Поэтому, если вы хотите такой соус, купите для вашего мужа 2 килограмма креветок, ну и пиво, чтобы дело быстрее пошло. Или отправьте его в ближайший водоем, чтобы он наловил раков. Так, кастрюля у меня уже прогрелась. Я отправляю сливочное масло и раковую пасту. А у меня бывает разное. Раковое, креветочное, для лобстеров. Не суть важно. Ну, выглядит она примерно вот так. Паста для супов и соусов. Если у вас ее как таковой не имеется, ограничьтесь просто сливочным маслом. Сливочного масла вам понадобится ровно 100 грамм. Отправляю мелко порезанные морковь, корень сельдерея и лук-порей. Я их не очищал. Просто хорошо помыл и порезал так, как они есть. Отправляю 1 столовую ложку томатной пасты. Слегка обжариваю. Добавляю каркасы. И всю эту красоту обжариваю. Если каркасы начинают немного подгорать к дну кастрюли, делаем очень просто. Белое вино, которое вам подарили и которое вы не пьете, вы можете прекрасно использовать при приготовлении блюд. Что я и сделаю. Немного шампански. Обыкновенное белое сухое вино. Любое. Ну еще капельку. Добавляю 40 миллилитров коньяка. Буду фламбировать. Очень аккуратно, пожалуйста. Чтоб не спалили квартиру. Все, процесс сгорания алкоголя завершен. При фламбировании выделяются дубильные вещества. Прошу с дебильными веществами не путать. Отправляю одну полную, хорошо с горкой, столовые ложки муки. И также слегка обжариваю. И отправляю 1 литр рыбного бульона. Как готовится рыбный бульон, есть у меня на канале, ссылку я вам оставлю. Доведу бульон до кипения. Убавлю температуру. Так, чтобы он слегка побулькивал. И дам ему покипеть буквально 30 минут. Так, ну вот, по истечении получаса отправляю массу в сито. Я специально его не перемалываю. Кто-то перемалывает, я этого не делаю. То есть я не собираюсь есть хитин. Хитин, он вообще несъедобный. Вкуса, который я вытащу с креветок, мне будет достаточно. Добавлю немного воды и сверху полью, чтобы соус полностью стек. Но это еще не соус, это еще только основа соуса. Соус уберу пока в сторону, пускай потихонечку стекает. А я в это время доведу массу до ума. Следующим шагом в измельчитель я добавляю заварное тесто. И сюда же добавляю форелевый фарс. Или, если хотите, форелевую пасту, как вам больше удобно. И все тщательно перемалываю еще раз. Чтобы эти два компонента с друг другом хорошо поженились. Масса готова. Перекладываю ее в чашку и убираю в холодильник. Основа соуса покинула полностью сито. И теперь я ее доведу до кипения. Добавляю сливки. Также их кипячу. Добавляю немного соли, если не хватает. Пробую на вкус, все в порядке. Добавляю 30% сметану или крэм фреш. Убираю кастрюлю в сторону и тщательно перемешиваю. Соус готов. Ну а я тем временем подготовлю бульон, в котором буду отваривать рыбные клетки. Возьму два зубчика чеснока. Добавлю морской соли. Дам ей раствориться. Попробую сейчас на вкус. Чтобы самому определиться, сколько же ее нужно. Потому что она крупная. Да, этого будет достаточно. Я добавил 2,5 ложки соли. Если у вас нет морской, добавляйте обыкновенную. Добавлю пару веточек тимьяна. Убавлю температуру. Температура воды должна быть сейчас такой, чтобы она слегка кипела. Слегка. Так, это я пока все отключаю. Перейдем для начала к тем трюкам, которые я вам обещал показать. Первый, это когда кюнель можно формовать непосредственно в пищевой пленке. В дальнейшем, просто не боясь, что они у вас развалятся или рассыпятся, или еще что-нибудь. Для этого даже не нужно подготавливать бульон. Достаточно будет кипящей воды. Без соли, само собой разумеется. Делается вот таким вот образом. Конфетка. И отправляем ее в бульон. Здесь нам особо не нужно бояться, если вода будет кипеть немного интенсивнее. Ничего страшного. Прошло буквально 10 минут. Вынимаем и идем смотреть, что у нас получилось. В плане того, конечно, что у вас все получится, этот метод надежный, но он очень неудобный. Вот так вот оборачивать каждую занимает слишком много времени. Вы можете посмотреть у меня на канале, где я готовил быщие хвосты. Там я показываю, где вы можете приготовить целую большую колбаску. Такую приготовил, порезал и никаких проблем. Все. Результат отличный. Мне все нравится. 10 минут. Прекрасное время. Теперь я вам покажу другой способ, который намного лучше, быстрее и эффективнее. Ну, так думаю я. Для начала я удалю всю ботанику, потому что она уже как таковая отработала за те 10 минут, что я подготавливал первый лайфхак. Так, включаем температуру немного посильнее, чтобы вода начала кипеть. Я взял кукурузного крахмала, буквально 3 столовых ложки с горкой. Добавляю холодной воды, чтобы его просто растворить. Точнее, чтобы он перемешался. И теперь мы наш бульон немного загустили. Это очень хороший способ для того, что если у вас с массой что-то не получилось, то вот этот крахмал, он не даст вашим клеткам просто-напросто расползтись в разные стороны. Так, ну и теперь при помощи дефицитного продукта растительного масла и двух ложек мы начинаем формовать вот таким вот образом. Воду чуть-чуть я температуру сбавляю. По истечении 15 минут мои кюнель готовы. Я их выкладываю в форму, которую я предварительно смазал сливочным маслом, огнеупорную. И в дальнейшем я их буду запекать под соусом. Ну вот, как вы видите, как только вода была немного загущена, у меня практически вот таких вот ошметков, назовем их так грубо, практически нет. Разделю их на две формы, и вторую форму я буду запекать уже завтра. Заливаю их соусом донтьюа. И отправляю в духовку на 210 градусов вверх-вниз с обдувом на 15 минут. Из них последние 5 минут я переключу на гриль. Возможно, в вашей духовке вам понадобится немного больше времени. Да, и в это самое время я включаю рисоварку. Рис у меня уже загружен. Ему понадобится тоже 15 минут, чтобы у меня все было одновременно готово. Помимо риса, к этому блюду идет овощной салат. Ну, как делается салат, я вам показывать не буду. А вот как делается к нему дрессинг, то есть салатный соус, вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылку я для вас оставлю. Время пошло. Так, ну вот все, как я и сказал. 10 минут с конвекцией, вверх-вниз, 210 градусов. И последние 5 минут. Здесь я уже приподнял форму немного повыше, под гриль. Еще 5 минут. Результат вы видите сами. Супругу накормил теперь. И о себе нужно побеспокоиться. Все, то же самое, ничего нового. Немного риса. Значит, смотрите, у меня в общей сложности получилось клеток 21 штука. Ну, это чтобы вам проще было калькурировать, сколько вам нужно приготовить. Если мало ли вы задумаете приготовить их. Если вы любите рыбу, попробуйте. Вы будете поражены результатом. Хотя о вкусах не спорят. Так, ну я как это для покойника 4. Я, конечно, шучу, просто мне будет 4 достаточно. 5 я уже не осилю, 5 будет слишком много. Так, ну и немного соуса. Ну, что я могу сказать, друзья. На этом съемка, в принципе, заканчивается. Очень надеюсь, что это видео было бы для вас полезным. Это очень старый французский рецепт. Это классика. Очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.